В ИРФ слова Турчинова сочли объявлением провокации. Заявление главы СНБО о подготовке отправки кораблей к Керченскому проливу в Москве посчитали безответственным. Заявление главы СНБО Украины Александра Турчинова о намерении снова отправить военные корабли через Керченский пролив являются свидетельством подготовки новой провокации. Об этом в среду, 19 декабря, заявила официальный представитель МИД ИРФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости. «Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации», — заявила Захарова. Она отметила, что этим заявлением Киев расписывается в том, что провокация — это и есть визитная карточка нынешнего режима на Украине. Предсъявитель МИД ИРФ отметила, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, а находящиеся там силы охраняют Крымский мост. «Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз, находящиеся силы используются для охраны Крымского моста. Эти силы также используются для обеспечения безопасности судоходства», — сказала Захарова. Ранее сегодня появилось заявление Турчинова, в котором глава СНБО сообщил, что Киев планирует отправить через Керченский пролив военные корабли с представителями АПСИ на борту. Накануне глава МИД ИРФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы готовит провокации у админграницы с Крымом в конце декабря, чтобы продлить военное положение, которое заканчивается 26 декабря. Премьер-министр Украины Владимир Грайсман, в свою очередь, заявил, что Лавров сам это придумал. Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянска «Никополебуксир» Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы ИРФ. В МИД ИРФ настаивают, что российские пограничники не нарушали нормы международного права в ходе инцидента с задержанием украинских судов у Керченского пролива. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и httpstmicrespondent.net по материалам сайта Ньюсгроком.